Привет друзья! Геннадий Юхтин, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Актер знаком как советским, так и уже российским телезрителям по картинам дела Румянцева, «Чужая родня», «Весна на заречной улице», «Акваланги на дне», «О друзьях-товарищах» и «Неуловимые мстители». В советский период актер в основном появлялся на экранах в ролях обычных граждан того времени, рабочих, инженеров, партийных работников и даже военных. Но в творческой биографии актера появлялись и исключения. Юхтин играл и шпионов, и анархистов, и лирических героев. С 90-х актер все чаще играл полицейских, в том числе и бывших. Сегодня актер также продолжает появляться на экранах, несмотря на возраст. Настоящее имя знаменитого актера и народного артиста Геннадия Юхтина – гений. Сестра артиста тоже получила удивительное имя – идея. Так, в полном соответствии с веяниями эпохи, назвали детей молодые коммунисты – родители Юхтина. Детство Геннадия Гавриловича Юхтина окончилось в 10 лет. В этом возрасте мальчик стал круглым сиротой. Родители политруки Красной армии погибли на фронте. Мальчика определили в специальный детдом, в котором собрали таких же сирот погибших офицеров-фронтовиков. Но отсюда, из усадьбы Спаская на живописном берегу Москва-реки, парень сбежал. В детском доме царила тяжелая атмосфера. Среди несовершеннолетних детей оказалось немало отъявленных хулиганов и преступников. Геннадий Юхтин оказался в Поволжье. Здесь мальчик тоже попал в детский дом, оказавшийся полной противоположностью тому первому, в Подмосковье. Здесь мальчик встретил воспитательницу, заменившую сироте маму. В прошлом актриса, воспитательница всячески привлекала детей к участию в самодеятельности. Юхтин с удовольствием выходил на сцену, чем радовал наставницу, охотно открывавшую мальчику первые секреты актерского мастерства. После окончания средней школы и выхода из детдома, Геннадий Юхтин отправился покорять столицу. С первой попытки юноша поступил во ВГИК. Студенту несказанно повезло. Будущий актер оказался зачислен в группу легендарных мхатовских артистов Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. Вместе с ним учились будущие звезды советского кинематографа Руфина Нифонтова, Визольда Извицкая, Татьяна Конюхова и Надежда Румянцева. Годы учебы в институте были напряженными. Начинающим актерам кроме репетиций приходилось думать и о том, где бы заработать и получить небольшую прибавку к стипендии, поэтому времени на романы почти не оставалось. Не только в студенческие, но и в годы, когда он стал профессиональным актером, личная жизнь Геннадия Юхтина была неустроенной. Сначала он жил в общежитии, а потом, уезжая в многочисленные творческие командировки, его пристанищем были гостиницы. Поскольку молодой артист был абсолютно свободен, и ему не приходилось заботиться о жене и детях. Такое положение Юхтина не сильно расстраивало. Однако мысли о создании собственной семьи постоянно навещали актера. Ему хотелось иметь собственный дом, где бы его любили и ждали. В Одессе, куда актер приехал на премьерный показ фильма «Мальва», он познакомился с переводчицей по имени Елена, которая произвела на него огромное впечатление. Это знакомство стало незабываемым событием в личной жизни Геннадия Юхтина. Елена тоже увлеклась молодым актером. Вместе они проводили немало времени. Однако роман закончился, как только Юхтин покинул Одессу. Были в личной жизни актера и другие романы, в том числе и с актрисами. Но семью он создал довольно поздно и с девушкой, не принадлежащей к миру театра и кино. К тому времени у Геннадия Гавриловича, несмотря на то, что он уже имел богатый послужной список ярких ролей в кино, не было собственного жилья, и только благодаря участию в польско-советском фильме «Ленин в Польше» ему удалось получить квартиру в актерском общежитии. Некоторое время спустя он улучшил свои жилищные условия, купив однокомнатную квартиру. Серьезные изменения в личной жизни Геннадия Юхтина наметились после знакомства с выпускницей Плехановского института по имени Лида. Они повстречались на каком-то праздничном мероприятии, и с тех пор больше не расставались. Будущая жена Геннадия Юхтина была намного моложе него, и поэтому актер сильно переживал, что ее мама не даст им благословения на свадьбу. К счастью, этого не произошло, и их роман завершился свадьбой. Лидия, став супругой Юхтина, устроилась на работу в Мосфильм, а в ее обязанности входил подбор актеров для съемок. Но это никак не отразилось на карьере Геннадия Гавриловича. Жена занималась штатными актерами Мосфильма, но меня ни разу никуда не порекомендовала. Не такой у нее характер, чтобы продеть родному человечку. А может разок и стоило бы. Но это я шучу, говорит Юхтин. А вот он пытался приобщить Лидию к своей профессии во время съемок исторического фильма «Тайна Золотой горы». Но жена Геннадия Юхтина старалась быть как можно малозаметнее в кадре, и больше актер подобных попыток не предпринимал. Личную жизнь Геннадия Юхтина можно назвать счастливой. В Лидии он обрел не только любящую жену, но и близкого друга, который понимает его, как никто другой. Жена Геннадия Юхтина давно привыкла к образу жизни мужа, которому часто приходилось уезжать из дома, а иногда и сама отправлялась с ним в служебную командировку. Лидия помогает Геннадию Гавриловичу работать над новыми ролями. Она для него самый придирчивый критик, и это помогает Юхтину находить лучшие варианты при работе над образами. Единственное, чего не хватает их семье, так это детей Геннадия Юхтина, которых, к сожалению, за всю их совместную жизнь так и не появилось. Сниматься в кино Геннадий Юхтин начал почти сразу после окончания вуза, и первым кинематографической биографией Геннадия Юхтина стал фильм «Чужая родня», съемки которого проходили в далеком Кунгуре, а вернувшись в Москву, он был сразу же утвержден на роль шофера Евдокимова в картину «Дело Румянцева». Успех к молодому актеру пришел сразу после выхода этих фильмов на экраны, на обложках журналов появились его фото, его начали узнавать на улице. Юхтин считает, что успех первой роли подарил ему возможность сняться в таких картинах, ставших классикой советского киноискусства, как «Баллада о солдате» и «Весна на Заречной улице». В первом фильме Геннадий Гаврилович снялся совсем в небольшой роли, которую он сыграл так, что она сразу запомнилась зрителям. В списке персонажей, сыгранных Юхтиным в кино очень много военных, ему не раз приходилось совершать подвиги и погибать в кадре, и на съемочной площадке нередко возникали опасные ситуации. В тяжелый перестроечный период Юхтину повезло, его пригласили в сериал «Петербургские тайны» на роль князей Чечевинских. И это помогло актеру пережить то тяжелое время. Юхтина приглашали не только на центральные роли, но и в эпизоды, которые в его исполнении не оставались незамеченными. Несмотря на преклонный возраст, актер и сейчас старается не сидеть сложа руки. Геннадий Гаврилович встречается со зрителями, участвует в концертах, снимается в кино. Правда, приглашают сейчас реже и в основном на эпизодические роли. Последний проект, в котором Юхтин снялся в прошлом году, стал сериал «Хор». Там он сыграл профессора и очень благодарен режиссеру сериала за приглашение. «Для меня жизнь – это творчество. Никогда не любил сидеть на месте и сейчас готов двигаться дальше», – говорит актер. Еще одно серьезное увлечение актера – литература. Юхтин всю жизнь собирал так называемые актерские байки, записывал интересные сюжеты из жизни и работы, которые позже использовал при создании двух своих книг. Не менее интересно ему заниматься фотографией, Геннадий Гаврилович может фотографировать бесконечно. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.